Адрес, мы туда были, там была партия, она была тоже где-то далеко. Ну там все раз занимались как-то, с молодежью активно занимались там, комсомольские, пионерские организации, потом по другим форматам мы меж собой дружили, а сейчас какая-то вот апатия у людей. Мало того, сейчас до сих пор по сравнению с другими регионами нашей страны в Калмыкии не сформировалось гражданское общество как таковое. Понимаете, сегодня, когда, я вспоминаю вот не так давно, и этот сюжет, если у вас будет, вы включите в программу, когда глава нашего региона публично, всенародно, на центральном канале лжет президенту страны о том, что вода пришла. Это же какую над низкую иметь морально-нравственную составляющую, чтобы лгать президенту страны, введя его в заблуждение. А он говорит, тогда поздравьте, передайте мои поздравления. А вы были, но... Я в другом. И вот в этот момент ни один калмыки не вышел на площадь, потому что это же ассоциирует, это ложь со всем населением. И население это как бы консолидировано с этой ложью, я так размышляю. Вы проглотили это, вы солидарны с ним. А вот если бы вы вышли на площадь все в едином и сказали убрать этого лгуна отсюда, боже, обворовали, а посадили первого какого-то вице-премьера сейчас, да? И эта ложь витает до сих пор в воздухе, осеняя всю республику. И ни один тогда не вышел. А сегодня пришел Бату, молодой человек, значит, с правом сам определять, кого он хочет, чего. Все выскочили, говорят, мы против этого. А кто вам дал право, спрашивают. Нет даже по конституции такого права. Это же не новгородская вещь, он должен устраивать Бату и спрашивать. Калмыкия, хангут, вы хотите вот этого я назначу? Но нет такой нормы. Это демагогия называется. Мы отдали ее. Мы эту норму отдали. Было, я помню, в 90-х годах еще поднималось, я читал материалы, я работал тогда во времена нашего телеканала УРА, в 2002-2005 году я поднимал подшивки. И обычно вот эти административные, организационные вопросы, они поднимаются в стандартном порядке. То есть нет вот этого, прямой эфир включить и говорить, ребята, давайте решать. Есть стандартный протокол. Ну, конечно. Задаются вопросы, есть голосование, есть там общие... Вот есть представители, за которых вы голосовали, депутаты у вас есть, они тоже должны нести ответственность. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это очень некрасиво, когда у вас на глазах, и все знают от мала до велика, что он лжет президенту страны, и ни один не вышел на площадь и не сказал свое слово. Потому что, я считаю, ни один калмык не заслуживает такой лжи и не заслуживает, значит, этого пятна. Или он продает мандат какому-то постороннему человеку в Совете Федерации, а тому одевают наручники за взятку. И этот имидж летит на Калмыкию. А человек никакого отношения к Калмыкии не имеет. Он купил мандат. И вот эта вот грязь ни один не встал и не сказал, уйдите отсюда. Давайте посмотрим на это вот со стороны. То есть мы берем просто... Я смотрел несколько YouTube вот этих выступлений. Первое, что мне нравится. Неважно, с какой политической целью люди поднимаются, факт свершился, люди поднялись. Если триггером встал Бату, это прекрасно. Потому что рано или поздно страсти улягутся, люди первое научились все-таки выходить на улицу. И я еще что хочу сказать. Если бы вы попали бы в 93-м году, все-таки пришли бы к руководству республики, может быть, мы бы жили бы совершенно по-другому. Ну, я не знаю, не знаю, я не могу сейчас сказать такое, знаете... Я не ратую об этом. В ретроспективе. Я хочу... Но я бы точно, я вот сейчас могу сказать точно, чтобы кто бы мне позвонил вот этого на знач, я точно послал бы. Да, это 100%. Потому что эти бенефициары, которые звонят, это вот самые главные спекулянты нашим суверенитетам. Мне тут спрашивают вопросы. Не так много времени. Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok